Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это прощальные слова Христа, когда он готовился вознестись. Просто прочитать и никуда. За этим что стоит? Теперь оборачиваюсь назад, 2000 лет назад. Это люди обреченные были. Неспокойной жизни у них не будет. То, что люди считают счастьем, это все отнимается. Отверглись, как будто ничего у тебя не было. Не буду давать тебе знания, которыми ты повышаешь должность свою. Давно ли это было? Сколько у нас было людей, знакомых, которые оканчивали высшее учебное заведение, а работы не давали. Сразу же. Мало того, диплом не отдают. Проходит какое-то время, отдали. Но указания нигде не принимать. Это последние слова. Нужно их разобрать. В каком виде? Идите, и проповедуйте. Знаете ли, что такое проповедь? Это донести до другого то, что веришь ты. Ты узнал самая главная новость, какая была на свете, что у жизни есть смысл. Не просто пожил, 70-80, сколько первые жили, 969 на Пусане. Но все равно расставание пришло когда-то. Чтобы жизнь была наполнена вся одной мыслью. Высшая заповедь. Возлюби Господа Бога Творца Твою всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью. Всем. Итак, теперь подумайте. Сделали мы это или нет? В жизни своей мы видели это или нет? Родственники. Вот сколько у нас ходят. Никого. Есть дети, а их нету. Это не только здесь, это везде. А почему? Это то, чему учит мир выбросить за борт. Отвергнись с себя, из чего твое Я? Что ты достиг? Совершенно как будто ничего не знаешь. Люди, которые приходили ко Христу, они думали, ну до нас-то кто-то шел таким путем, никто. А как же наши деды Авраам, Исаак, Яков, им же было сказано, подготовительный период, и они в рай не попадали. Надо верить в рай, за гробную жизнь. А то мы думаем, люди приходят в храм, смотри сколько, начинаем мы с ними разговаривать. С Покровского собора выходит. Подряд сколько вышли, практически, ну может один, я не знаю, процентов пять, сказали, что я думаю, что что-то есть, думает. Что, это воскреснет человек, который сотлел, воскреснет. Его сожгли, утонул, воскреснет. Что попало, говорите? Люди вообще не верят в воскресенье. А вроде бы все стоит, колоколазовые звенят, крестные ходы идут, а ничего этого нету. Ни одного колокола в первом веке не было. Мы смотрим, когда появляется в России девятый век. То есть мы верим не по Евангелию, а так, как нас научили. А как, вот я говорю, как ты, батюшка, знал, что здесь надо ходить? Ну вот у меня бабушка была верующая, она меня за руку водила. Вот она водит его маленькой, он уверует. Как он уверует, если не будете ему говорить? Человеку надо показать все. Что жизнь без Христа, левая сторона, и что со Христом. Притом доказывать это очень легко. И на работе, и знакомстве, и что люди делают, и по погоде. Я сегодня немножко только коснусь. А есть такие, которые уверовали, отступили. А до Христа были. А как с ними обращались? Господь дал все, благословил этих людей. Целые громадины, города, тогдашние столицы были. И вдруг все пошли против Бога. И теперь одни развалены. А верующие, когда увидят, что? Вот вы когда услышите, скажете, я никогда не думал. Кому бы не сказал, такая реакция. Мы даже не знаем, какая реакция, когда мы видим развалины. Что нужно делать? Какие жесты? Жесты какие-то. Что-то человек издает. Какой-то звук. Не словами. Вот смотришь, когда я говорю, ну ты знаешь, хотя как это. Ну как, ну нет, еще там развалины. Нет. Тут недавно был город. Совсем недавно. Вот у нас миссионерские путешествия были. Мы проехали по небольшие города. Никого нету. Совершенно нету. Вот большая деревня, маленькая, уже полностью остановлены. Движения там нету ничего. 81 тысяча населенных пунктов. Государство, образующая основа. То, что урожай дает, кормит город. В каком состоянии? Нас колени ставить не надо. Мы уже лежим. И в школах-то какие предметы преподают? Ну вот это прочитали? Нет. Начинает говорить там, как обращаться, то другое. Такие курсы открывают. Прямо по Евангелию-то не говорят, а завуалировано. Чтобы люди знали, что существует вот так вот. Такой-то человек, интеллигентный будете. Грешники будете. Какой бы ты ни был, ты впереди знал. У тебя дата рождения есть, одна черточка стоит. А за черточкой какая-то цифра, которую мы каждый год задеваем. Какой-то сон был нехороший. Что-то тут было. Это день, в который мы поставим цифру. И за нас поставят ее. Где она будет поставлена там? Далеко или нет? Вот прикиньте. Наступило время. Суббота прошла. Первый день недели. Учителя нету. Какая растерянность была. Они не знали, что дальше делать. Три года ходили, и Господь воскресший упрекает их за неверие. Написано. За неверие. Вот как. И где они? Никого нет. И кто бежит? Женщины. Вот представьте, от вашего дома. В это время еще темно. Написано, когда темно. Думаю, на рассвете. И бегали они туда и сюда. Зная, что охраняют воины, которые разговаривать не будут. Это запретная зона. Я вот фотографирую, что-то подошел. Вот тут тюрьма. Сразу в знак лежу, в знак оттуда, с вышки кричать. Это не помешает. Не фотографируй. Все боятся. Это не нами придумано. Уверующая все открыто. Мы знаем как. Господь сказал, идите, не сидите. Мы это знали. Теперь вот скажи, когда ты уверовал человека, посмотри, сколько раз ты это взял для себя. Идите. Вот мы ходили по окрестным деревням, как воскресенье, после богослужения. У нас бывало по восемь машин мы выезжали туда. А сколько людей пришло, один Бог знает. Мы приезжаем, а там уже опишут против нас православные. Что это сектанты, это еретики, это такие люди там. И смещенника спрашивают, да, еретики, не пускайте их. То есть, вот видите, мы в какой обстановке, когда вот эта неровность. Враг, значит, враг, друг, друг. А у нас еще нет этого. Я в храм хожу. Ну, у нас же не смеется. Говорит священник, что идите и проповедуйте. Главное, чаще исповедуйтесь, чаще причащайтесь. Это везде главный рычаг, которым священник может действовать. Другой-то никто не может, а он это может. Сколько сегодня вот поставлено, то священник убил матушку. Голову ее положил в холодильник, а сын пришел, убедил. И сегодня сейчас выставляют, сколько было и по каким городам. И эти священники сидят. И показывают, что там шизофрения, там другое. Ну, почему он тогда раньше-то не сказал? А он говорил. Вот там-то убьется ее. А она думает, что грибы собирать. Он ножом ее сзади зарезал. И все это показано. Показано, какая она, какой он. Даже те, которые названы руководителями. Посмотрите, это сегодняшний день. Я только сегодня еще раз посмотрел. Ну, что сказать. Если бы мы раньше встретились, можно было поговорить. Да отпустил бы ее или что. Когда апостолы стали проповедовать, никого нет. Все против. И что делают? Бить. Вызвали. Били. Не запретили намертво не проповедовать. Намертво запретили. Отвечают, кого нам слушать больше, Бога или человека. Вот когда мы сейчас узнаем, как мы должны себя вести, и мы посмотрим, готовы ли мы начать выполнять прощальные слова Иисуса Христа. Матфея 20.31 Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать. Помилуй нас, Господи, сын Давидов. Значит, нужно учиться кричать. А Господь его не осудил. А как я буду кричать? А так, вот видите, можно даже, когда зайдете, показать. Вот в Америке стоит человек, выходит, ну, там, парапет, где ограждение. Люди идут по улице, а он стоит и кричит. Последнее время, покайтесь. Бог будет судить мир. Показывает один одетый в мешок такой, мешковина. Идет в Германии, ну, в немецком языке, конечно, и кричит. На улице никого нет, а он кричит. Один подошел человек, другой. У нас начинают такие же делать. Кричите. Ну, кричать не сможете, но хоть шепотом скажите, что Христос умер и скоро придет. Когда едете в автобусе, в транспорте. Ну, ну, можно же. Кто-то сидит на одном городе, сиденье какое-то. Ну, вы возьмите с собой Евангелие. Наши визитки где-то. Скажите людям. Все идет к концу. Мировые события разворачиваются так, как Господь говорил. Где будет главная беда, откуда что придет. И когда услышите воины военные слухи, что приготовьтесь. Но это еще не конец. Милостью Божьей мы сегодня коснемся несколько мест таких. Так, это что? Лука 11,8,10. Все евангелисты говорят об этом. Притом, вот слепые кричали. Их по-моему, научают. Так, Лука 11,8,10 стих. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Вот поставьте себе за правило. С сегодняшнего вечера придете, молитесь, и лечитесь здесь. Господи, научи меня выполнять вот это слово. Родственники или приходят, поздоровались, и дальше сразу говорили. Готовимся мы или нет встречи Господа. Он придет. Все изменится. Вся природа изменится. Земля и дела все сгорят до единого. Никаких зданий, это что строят сейчас, сообщают, чтобы все религии были в одном месте. Уже все готовится к этому. Не надо будет это. Нам нужно только одно. Встретить Иисуса. Встретить Его с теми сокровищами, которые Он нам дает. Вот как, со Святым Евангелием. Вот сегодня мы прочитаем одно место интересное. Откуда это идет? Откровение. 14 глава. 6-7 стих. Это к евреям. Там закладочка есть. 14 глава. 6-7 стих. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благоставать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил часть суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Это ангел проповедует. Как это? Реально ангела видел? Какой он? Мы даже не знаем это. На каком языке говорил? Это видение в духе. Ну а сегодня как сказать? А вот так. По радио, по телевидению, в интернете. Евангелие распространяется. Там Евангелие начитанное. Если глаза болят или что-то, только скажи где, нажми и будешь слушать. Тем более, мы тут на кассеты записывали все это прошлое уже для нас. То есть, любой вид распространения через эфир. Так толкуется это место. А ангел летел. Господь не говорил, что ангелы будут летать с Евангелем. Я тут написал отдельно, и другие люди, что православные, что вы будете думать о Евангелии? Он с книгой прилетит. С какой книгой? Ну, канона церковная. Ну, откуда же это взяли-то? И так учат. Я так, меня рассказывали, своя. Теперь я другим это говорю, нам о канон. Даже слова такого здесь нету. Нес вечный Евангелие. Мы больше не видим, чтобы ангелы наносили какие-то книги. И прямо приготовьтесь. Давайте так напряженно прослушаем. Брат, пожалуйста, еще раз. Прочти это место. Шестой, седьмой стих. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба. Середина неба. Что означает середина? Мы это никогда не узнаем. От меня середина в пространстве или высоту, тоже это тайна какая. Который имеет вечное Евангелие. Имел вечное Евангелие. Вечное. Книги все уйдут, а Евангелие останется. Где написана фраза какая-то одна. Мы его будем смотреть и целовать. Это все рядом. А сегодня не больно-то нуждаются. Чтобы благословать живущим на земле. И всякому племени. И колену. И языку. И народу. Все. То есть все. Сколько? 2896 национальностей. Тут люди разной веры. И буддисты. И кого только нету. А здесь все увидят. Если это реально будет так. А это будет. Да как о нас учили. У нас другие книги. Все кончилось. Все сгорело. Никаких. Одно Евангелие. И то не на земле. А в воздухе. И пока у нас есть такая возможность. Надо себя на это настроиться. Утром. Вечером. Ночью бывает. Человеку нужно встать. Что-то узнать там. Посмотри. Заранее заготовь. Я прочитаю. Я знаю как запоминают. На бумажку. Можно сныщить. Скотчем закрыть. И с собой. Едешь я где-то открыл. Опять. Вот мы так делаем. На велосипедах едем на работу. И такие маленькие катушки. Картонки свои делали. Чтобы как-то запомнить. Можно весь мир приобретешь. А душе повредишь. Какой выкуп взять за нее. Питается душа. Чистым евангельским словом. Так. Это что исход? 2.29. Попробуем. Посмотрим. Это вторая книга НК Торы. Да. 24. Да. 2.23. Спустя долгое время умер царь египетский. И стенали сына Израилева. От работы его пияли. И вопли их от работы. Вошел к Богу. Опять же. Не в безделии. А когда люди работают. Такая трудность. Там не заплатили. Там тебе спельсия сколько. И вопли идут к Богу. Это нам кажется. Вот когда будем считать здесь. Даже можно не открывать. Четвертая глава. Бытие и говорится. Когда Господь спрашивает. Каина. Где брат твой Абель? А я что ему? Сторож что ли? Кровь попьет. Мы даже не знаем об этом. Крови. Сколько сегодня проливается. И все. Это голоса идут к небу. Я когда первый раз прочитал. Вот которые за звездами там наблюдают. И звуки. Звуки похожи на орган. Который играет как трубы какие-то. На какой высоте? На высоте там 350-400 километров. В какое время? Ночью. С двух часов до четырех. Я понял, что это молитвы. Это люди, которые астрономы с телескопами там смотрят. И звуки, которые практически каждую ночь слышатся. Ни днем, нигде их нету. Это я давно уже услышал. То есть мы должны вот такие маленькие сведения соединить с Библией. А что получается? Молитва. Кровь вопиет. Господь сказал. Требует возмездия. И дальше что ему Господь говорит? Как ему дальше будет? Обычно если не наказаны, наказание на детях выползет. Ты еще ничего не знаешь, что тебя ждет. А как это видно? Ну потому что было. Кровь попиет. А ты прожил хорошо. А Господь спрашивает теперь в поклонении. Такие были люди, которые, когда Израиль ходил в землю свою, гаванитяне, но они видят, сколько народу есть. Государства объединяются вместе. Откуда людей-то столько в пустыне взялось? Они не могут понять. Ни деды, ни кто не говорил. Израиль-то идет? Я не соединился вместе. Антанта настоящая. Пять государств. Их разбили в дребезги. Они не работали. Все время тренировались. Воины настоящие. Но это небольшое племя. Они поняли. Все. Жизнь окончилась. А давайте-ка мы сделаем так. Да вот рваные мешки там соберите. Так хлеб есть такой? Заквасен. Чтобы заплесни был, да. Давайте пойдем с ним и заключим договор. Мы из-за лекарств. Мы видим, вас Бог благословил. Давайте договор сделаем. Мы против вас не будем. Вы от Бога идете. Ну и вы нас не тронете. И попросить, чтобы они расписались на бумаге. То есть клятва была. И все так и получилось. Пошли-ка навоевать. А это соседи рядом. Они их вызывают. Ну и что сделали-то? Уничтожить. Все, которые, главное, начальники сказали, нельзя. Мы дали клятву. Мы все начальники. Так как делать? А вот как? Вот у нас бывают люди. Дрова нужно заготавливать. К храму там нести. Воду. Черпать будут. Воду носить. На себе там не было этих водовозок-то. Хорошо. Зато мы живем. Ну вот пришел к власти Саул. Саул. Которого Бог избрал. По просьбе. Он был на одну голову выше всех людей. Какая красота была. А потом сделался как демон. Он гонялся за Давидом. Убить его. И там в одном месте только дали ему просфор, по-нашему сказать, хлеба освященного там. И он уничтожил весь город Номбу. 76 священников было, сколько всех уничтожил. И он этих гаванитян начал убивать. Они. Да мы же договаривались. Мало что договаривались. К стенке. А в это время в стране жара. Нет ничего не растет. И Давид когда водопил второй год, третий год. Где спасение там? В гаванитянах. Вызовите и спросите, что им надо. Из-за них вы все пропадаете здесь. Вызвали. Что надо? У нас же договор был. Сколько людей у нас убили. Ну что нужно? Нам ничего не нужно. От Саула семерых сыновей дайте нам. Мы их повешаем. И на этом все. А эти, они ничего за собой не знают. Вот на детях как сказывается. Они нигде не замешаны. Но гаванитяне потребовали. И Давид понял, это единственное окно, через которое я могу увидеть милость Божию. Так и сделали. Сразу же пришли арестован. А что, не разговаривать? Наручники на руки сдали. Они тут же их повесили. Все. Сразу дождь пролился. Урожай собирают. Как дети рассчитываются за то, что родители сильно грамотные были. Я специально говорю об этом, потому что мы поняли. Если бы правильно говорили, учили, этого бы не было. Тогда тоже было как. Мы ждем Мессию. Он придет. Родится от Девы. Это мы считаем у пророка Исаии, которого называют вестсозаветний евангелист. Сколько у нас богатства. Вот оно все перед нами лежит здесь. И тогда-то было как. Он увидел Лазаря на лоне Авраама. 16 глава Евангелия от Луки. Тогда можно было уже, но не в раю это. Не в раю. Рай закрыт. В рай первый попал разбойник, который покаялся рядом с крестом был. И потом первый, который люди воскресли. Надо просто знать. А как бы, если Божья Матерь умела раньше? Закрытый ход. От нас это не зависит. Это у Бога спрашивать надо. Как? Она там. Притом вместе с телом, как считается. Тут я несколько много мест набрал. Вижу, что затянется. Как мы должны реагировать на то, что человек не выдержал, упал. Город был разрушенный. Хорошее государство. Столько много храмов было. И вдруг все куда ушло не знаем. Считаем. Сафония 2.15. Это редко, когда мы его считаем. Вот в самом почти конце. Так. Еще раз. Вот теперь Сафония. Сафония 2.15. Слушайте внимательно, какие звуки издают люди. Притом мы возьмем из разных эпох, в разное время, даже в разной стране. А ведут все одинаковые. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем. Я и нет нового, кроме меня. Как он стал разваленную, логовище для зверей. Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукой. Звук свистеть. Звук когда. Это не при хорошей погоде, когда ветер есть. Не от жары, не от мороза, от ветра. Он посвищет сам человек и махнет рукой. Вот что его взаимодействует. Вообразите, сколько людей проходит и всем одинаково. Посвищет и махнет рукой. Я до конца не знаю, откуда это обычно было, нигде Библия не говорит. Дальше. Считаем. Книга Евова, 27-23. Евов. Книга Евов считается самая древнейшая в Библии, примерно как бытие. Какая страна там указана? Ев, 27-23. Сплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Это когда человек живет не так, как надо. Это у нас сегодня, если так разобраться, вышел из дому, куда идешь? Ты маши руками и свисти. Научись или свистов купи. Дальше. Еремия, 19-8. Это другие люди, другая эпоха, другой национальности. Как они одинаково делают, я не могу сказать этого. 19-8. И сделаю город сей ужасом и посмеянием. Каждый проходящий через него изумится и посвищит, смотря на все язвы его. Другое. Дальше. 49-17. Это мы считаем и Еремию. Говорит о другом городе, в другом месте. И будет и дом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищит, смотря на все язвы его. Никогда не замечал этого. А тут говорю, Господи, а как это все выглядит? Стал смотреть. Это для меня открытие было просто. Притом в разном месте. Теперь 50. Здесь же рядом. 13-й стих. Еремия. Мы сейчас увидим другие пророки, как говорили. Как мы должны на это реагировать? И видим мы ли это? Или вокруг нас вот почему люди так много машут руками? Может быть? 50-13 стих. От гнева Господа она сделаться необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится, посвищит, смотря на все язвы его. Главное, город мира, и такое будет. В Библии написано, 17-й, 18-й главы Откровения, а разное тут мнение. Тут главный город. Вот когда говорится, пал, пал, Вавилон, великая блудница, все святые отцы говорят, Вавилон это Рим. Рим древний-то. Но Рим во второй вариант перешел, Константинополь. Ну, сегодня это по-другому называют, мусульманский уже город-то. Второй Рим. Как только Константинополь впал, Москва мгновенно заявила, а мы Третий Рим. И Пифаний из святых говорит, Москва Третий Рим, а Четвертому не быти. Не то, что мне нравится, не нравится, но это так. И специально есть организация в Москве, называется Третий Рим. Там газеты выпускают, все. Если два погибли, то третий там же будет. И доказательства очень простые. Найдена кровь святых. Там ни в одном государстве этого нет. Мне приходилось в Америке, там, при монастыре, когда говорил я, это касается такого города здесь. Да ну, это Вашингтон. Давайте по порядку. Тут показано, допустим, шесть качеств. Шесть качеств. Первый на семи холмах. На семи холмах и Вашингтон, и Аман. Еще два города в мире. Ну, а дальше-то что говорит? Так его все обогатились. От кого, кто обогатился-то? Миллиардные долги-то, когда развалилась страна, все просели и всем помогали. И третье. В нем найдена кровь святых. А тут и говорить не надо, сколько было. То есть, мы недалеки от того, что услышим, когда будет сказано, пал, пал, Вавилон. Великая блудница. И посыпет голову пеплом люди. А что делать? Молиться. Усилить молитвы. Не надо от этого скрываться ничего. Потому что другое строение, устроение которое, оно закончится тем, тем и заканчивается. Ну, скажите, вот, вы уже помните, в школе учились, везде написано было «Слава КПС». Куда бы ни шел. И тогда сказать нельзя было. А теперь уже говорят, при развале, что было, что было, как уничтожали друг друга. Это не секрет никакой. И что каждый пройдет и посвищит, и махнет рукой. И кончились идеи того, кто создавал это. Это же было в Германии. Сколько побед. И каждый, кто там был, видит их всех переучить. Надо от нацизма махнет рукой и посвищит. Этот свист раздается, и мы его только не слышим. Чтобы о нашей жизни так не было. Вот верующий был, ходил, и кто-то махнет о нас рукой. Ничего у него не получилось. Чтобы этого не было. Тебе Бог дал власть. Ты определи ее границы. Дальше. Изекииля. 27-36. Другой пророк совсем. 27-36. Торговцы других народов свистнули о тебе. Ты сделался ужасом. И не будет тебя вовеки. И ничего не делаешь. Другие города, другие нации. Ну, мы должны увидеть. Это говорено было за 650 лет до Рождества Христова. А после этого-то сколько всего было? Дальше. Откровения. Просчитали эти? Еще 3-й царств. 3-й царств. Высок в высоком. Всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет. И скажет. За что Господь поступил так всей землею и с ним храмом? О храме речь идет. Храм, которому рамок в мире нет. И все развалено. Насколько все ненадежно в этом мире. Возвращаемся к началу. Вот мы прощаемся с Господом. Ну, хозяин, я говорю, когда уезжает, он наказывает. Самое главное о живности. А кто осталось там? Птицы, животное накормить, напоить. Уже на поезде садится. Ну, вы поняли или нет? У нас здесь уехали. И тут же стал, потому что играть и забыли. А теленок ревет. Батюшка слышит. Подошел, а он вокруг этот штырь замотался головой к земле, а не куда. Батюшка пошел с ведром. Я говорю, надо найти их было. Я бы постарался найти. Вы же хозяева сегодня. А вот теперь мы посмотрим. Когда проповедовали, когда люди обратились. Что самое главное? Проповедь. Ведь мы, то, что сейчас, вот как мы ведем, это прославление Бога. Это для верующих. Истину знающих. А как чтобы обратился-то? Вера пришла. Вера от слышания. От слышания от Слова Божия, которое перед нами. Переспрашивать креста уже никто не переспрашивал. Почему? Все было сказано. А дальше Дух Святой придет и научит вас. Мы скажем, Господи, Духом Святым, вселись над, приди и вселись, омны и очистен от всякой скверны. И спаси души наши. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...